По мнению студентов Красноярской детско-юношеской конно-спортивной школы, лошадь это самый умный, добрый и красивый транспорт на всем свете. Я с ними спорить не возьмусь, единственное, что, наверное, в причину своей одноместной компоновки от природы лошадь очень быстро сдала позиции на дорогах транспортному средству под названием автомобиль. Но современные инженеры, они в отличие от природы, гораздо гибче могут реагировать на потребности рынка, и если современному потребителю нужен автомобиль, у которого 5 дверей, а не 3, они ему это дело очень быстро организуют, как произошло в случае с Audi A1 Sportback. По сравнению с флагманскими автомобилями Audi, единичка, она ну как жеребенок по сравнению с лошадью. И при том, что увеличилось количество дверей, размеры автомобиля глобально не увеличились, увы. Вверх он подрос всего на 6 миллиметров и на столько же миллиметров подрос в ширину. При этом он стал тяжелее на 25 кило. Это произошло за счет того, что двери, они все-таки что-то весят вместе со своими механизмами и динамиками акустической системы. Могу сказать, с уверенностью ничего страшного с багажником не произошло. Те же самые 270 литров, полезный, нужный, необходимый объем для размещения дополнительных дверей, инженеры изыскали каким-то своим хитрым ингольштадтским методом. 270 литров при разложенных спинках задних сидений. Если их сложить, получится довольно внушительный объем 920 литров. При этом погрузочное пространство по ширине 915 миллиметров. И это очень удобно и позволяет размещать вам спортбэг. Это спортбэг CK на конце, а спортбэг, то есть спортивную сумку, плюс инвентарь, плюс чемодан и еще что-нибудь вы разместить сможете. Под полом находится докатка. Вопреки расчетам немецких маркетологов, основную долю приобретателей Audi 1 на российском рынке составляют, увы, не мужчины в возрасте от 29 до 35 лет. У нас эту машину покупают женщины. А у женщин, как вы знаете, есть подруги. Они озадачены отвозом детей в школы. И у них много разных дел. Нам, мужчинам, не вполне понятны. И в этих сложных жизненных условиях четыре двери для входа в автомобиль гораздо лучше, чем две. Другое дело, что, глядя на второй ряд сидений, для меня он не выглядит очень соблазнительным. Проверяю с собой. Я сижу сейчас сам за собой. Мой рост почти 190 сантиметров. Сижу впритык. Но ковши удобные, мягкие. И вот здесь такая очень заботливо сделана мягкая проставочка. Как раз вот в районе, где мои голени находятся. То есть сидеть здесь я могу. Ехать я могу. Но, пожалуйста, не очень далеко. Отвезите меня в школу. Находясь за рулем, говорить о каких-то особенных отличиях Audi A1 Sportback от того же Audi A1 трехдверного смысла нет. Потому что колесная база не изменилась. Длина автомобиля не увеличилась. Единственное, пожалуй, что претерпело минимальные изменения, это развесовка по осям. Из-за того, что за средним сечением автомобиля прибавилось каких-то 25 килограммов. Но я так думаю, что это изменение настолько ничтожно, что на повадке автомобиля, на дороге повлиять оно практически не в состоянии. То есть он не провоцирует на горячий, спортивный, безбашенный стиль езды. Потому что это в первую очередь хороший, хотя и маленький городской автомобиль Audi. Комфортный, качественный, тихий. Ну, такие вот характеристики, которые мы обычно перечисляем, только добавляя баса в голосе, когда мы говорим о больших автомобилях Audi. Удивительно, насколько технологи, насколько инженеры Audi позволили вот в случае с Audi A1 развернуться в фантазии дизайнеров. То, что мы видим здесь в самой, скажем так, аскетичной комплектации Attraction, это все равно шикарно, интересно и навевает какие-то ассоциации с миром самолетов, яхт. Вот такой пустой участок дороги, педаль в пол. Охо-хо, это вот маленькая машинка и такой бодрый характер. И такая безукоризненная, гладкая работа автоматической, точнее сказать, роботизированной автоматической коробки передачи Astronic. Здесь маленький концентрат Audi присутствует. Мотор у нас, причем, это не самый заряженный, но, пожалуй, самый популярный, который доступен с Audi единичкой Sportback. Это мотор объемом 1,4 литра TFSI, то есть это турбированный мотор, который выдает 122 лошадиные силы. Ну да, вот после 140 км в час разгон уже перестает быть таким впечатляющим, ну и, собственно говоря, достаточно. Хотя автомобиль способен разогнаться, по паспортным данным, до 230 км в час. Поток мощности при помощи вот этой коробки Astronic 7-ступенчатой передается так гладко и так быстро она реагирует на кикдаун, как это умеет делать только роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Это гоночные технологии, это очень здорово. И при этом гладкость работы при переключениях такая же, как у вариатора. Сам переход с одного сцепления на другое я вот разрыва в потоке мощности не чувствую абсолютно. О, чуть придавил, оп, поехал. Оп, опять поехал. При этом акустический комфорт, то, что я чувствую на руле, то, как я себя ощущаю в этом кресле, оно чуть жестковатое, очень хорошо меня держит. Тут боковая поддержка, она не навязчивая, но она так мягонько меня обхватила и держит это кресло с двух сторон. То есть я могу входить достаточно быстро в поворот и ощущать этот автомобиль в целом, ну, стопроцентно как Ауди. Он хотя и маленький, но это стопроцентный Ауди. И это здорово. И это удивительно. И это внушает уважение. И если уж ребята из Ингольштата так делают такую маленькую машину, то совершенно понятно, почему у них так здорово получается работать с большими объемами. Продолжение следует... Продолжение следует...